Есть звук, да? Все хорошо? Я потому что не слышу себя. Знаете, я когда-то был в такой церкви, где перед началом собрания кто-то выходил и сказал, повернитесь и поприветствуйте кого-нибудь, который рядом с вами. На самом деле, мы очень рады видеть всех гостей и тех, кто давно не был на служении. Поэтому с радостью приветствую вас всех и думаю, что мы будем начинать служение. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. Преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, и я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою. Милостив Господь, и праведен, и милосерден Бог наш. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господнем на земле живых. Давайте прославим Бога. Спасибо. 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 Господь, мы можем прославить Тебя на этом месте, Господь. Ты знаешь каждого из нас, в каком состоянии мы пришли сюда. Помоги нам оставить свой быт дома, оставить свои проблемы, трудности и прийти к Тебе, Господь, и встретиться с Тобой лицом к лицу сегодня здесь, на этом месте. Боже, Ты благо, Ты добрый Бог, и Ты ждешь встречи с нами сегодня и всегда. Помоги нам встретиться с Тобой, Господь. Слава Тебе, Иисус, будь прославлен, Господь, дорогой. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус, вся земля глупая, лишь Тебе наш чудный дом, лишь всей вселенной нет, в Тобой с Тобой сравнится с Тобой. Ты любишь, Господь, и всего на свете, и нет потом на Тебе. Ты благословишь, Господь, Иисус, вся земля Тебе поет. Достоин Ты, все творение воздаёт. Тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, творит с Него. Благословен наш Бог, творит с Него. Небеса Тебе поют, святый, святый, вся земля Тебе поет. Достоин Ты, все творение воздаёт. Тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, творит с Него. Благословен наш Бог, творит с Него. От престола Твоего Течёт поток живой волны Для народа всей земли Сияет свет Твоей любви С Твоим присутствием Покрой всю землю Пусть свет прольётся в жизнь людей И все народы преклонят колени И восстают по у Тебе Небеса Тебе поют, святый, святый, Все творение во моё Достоин Ты, все творение во своё Тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, творит с Него. Благословен наш Бог, творит с Него. Небеса Тебе поют, святый, святый, Все творение во моё Достоин Ты, все творение во своё Тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, творит с Него. Благословен наш Бог, творит с Него. Слава Тебе, Господи! Спасибо Тебе, Иисус! Ты творец неба и земли. Ты творец каждого дня в нашей жизни, Господи. И Ты Тот, Который проводишь нас. Если мы идём долиной смертной тени, Ты Тот Бог, Который не оставляешь нас. И когда мы выходим, Ты Тот, Который первый встречаешь нас. Господь, я благодарю Тебя, Иисус! Что бы ни случалось в нашей жизни, Ты обещал и не оставляешь нас. Ты ведёшь нас за собой. И в Твоей руке сильной мы можем успокоиться. В Тебе мы можем найти уверенность. Уверенность, что наше будущее в безопасности. Господь, благодарю Тебя, Иисус! Спасибо Тебе, Дух Святой! И Твое Святое присутствие внутри каждого из нас. Слава Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Дух Святой! Чьим словам поверишь Ты, Я буду верить слову Господа. Чьим словам поверишь Ты, Я буду верить слову Господа. Бог сказал, что я спасён, Бог сказал, я не силён. Бог сказал, что я не силён, Бог сказал, я не силён, Бог сказал, свободен я, есть победа у меня. Бог сказал, что я не силён, Бог сказал, я не силён, Бог сказал, я не силён. Бог сказал, что я не силён, Бог сказал, свободен я, есть победа у меня. Чьим словам поверишь ты, я буду верить слову Господа Чьим словам поверишь ты, я буду верить слову Господа Спасибо тебе, Господи, что твое слово, о том, что мы спасены, исцелены, о том, что мы победители Мы можем победить и внешне, и во внутренних, и в своих родах, Господи Спасибо тебе, что ты поставляешь нас на высоты свои Помоги нам своим присутствием каждый шаг Помоги, Господь, нам жить так, чтобы мы слышали твой голос, шли за ним И были послушными твоими детьми Славься, Господи Славься, Господи Славься, Господи �탕 Славься, ГосподиKit Под си LEGO Песня Пусть буржует шторм и гром гремит Над бурей буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой Бог со мной Я не боюсь, ведь ты со мной Найду покой Тебе, Христос Верю я в могущество Твое Пусть бушует шторм и гром гребит Над бурей буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой Бог со мной Я не боюсь, мой Бог со мной Скоро нас, Господь, своим колором Введи в свое присутствие Помоги быть верными Тебе Каждый день и каждый час Помнить Слово Твое Вери, что Ты, Господь Что Ты наш Господь И что мы идем за Тобой Вери, что Бог воскресил Иисуса из мертвых В любой ситуации есть выход Молюныя, спасибо Тебе, наш Бог Пусть бушует шторм и гром гребит Над бурей буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой Бог со мной Я не боюсь, мой Бог со мной С миром, братья и сестры Я давно не проповедовал Так что Будьте неходительны ко мне Я хотел бы прочитать Послание к Каласинам Третья глава С первого стиха Итак, если вы воскресли Со Христом, то ищите горнего Где Христос сидит Одеснуя Бога О горнем помышляйте И а не о земном Ибо вы умерли И жизнь ваша закрыта Со Христом в Боге Когда же явится Христос Жизнь ваша Тогда И вы явитесь с Ним Во славе Итак, умертвите земные цели ваши Члены ваши Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть И любое стяжание Которое есть и дало служения За которое гнев Божий грядет На сынов противления В которых и вы некогда обращались Когда жили между ними А теперь вы отложите все Гнев, ярость, злобу, злоречие Сквернословие Уст ваш Не говорите Лжи Над друг другом Совлегчишь Ветхого человека С делами его И облекитесь в нового Который обновляется В познании по образу Сыдашего его Где нет ни Элина Ни Иудея Ни обрезанного Ни необрезанного Варвара Скифа Раба Свободного Но все И во всем Христос И так облекитесь Как избранные Божии Святые Возлюбленные В милосердии Благость Смирно мудрыми Кротость Долготерпения С них Снисходя Снисходя Друг к другу И Прощая Взаимно Если кто-то На кого Если кто-то На кого Имеет Жалобу Как Христос Простил вас Так и вы Более же Всего Облекитесь в любовь Которая есть Совокупность Совершенства И Довладычествует В сердцах Ваших Мир Божий Которому Вы И призваны В одном теле Будьте Дружелюбны Слово Христово Дай Вселиться В вас Обильно Со Всякой Премудростью Научите И Вразумляйте Друг друга Псаломами Славословием И духовными Песнями Песнями Во благодать Воспевая В сердцах Ваши Господу И все Что вы Делаете Словом Или делом Все делаете Для Делаете Во имя Господа Иисуса Христа Благодаря Через Него Бога Отца И Отца Да Всего места Мне пришли Такие Этот стих Я Очень Долго Читал его Эти все Стихи И Хотелось бы Сказать Что Бывает Очень Сложно Особенно Вот эти Места Когда Написано А теперь Вы Отложите Все Гнев Ярость Злобу Злоречие Скоро Словие Уст Бывает Бывает Сложно Когда Тебя Кто-то Разрежает Бывает Сложно Не Гневаться На Друг Друг И Злоба И Приходит Бывает В жизни Но Если мы будем Прославлять Бога То Он Поможет нам Избавиться От этих Чувств Он Он Прощает Нас Когда мы Это Делаем И Так что Хотелось бы Оставить Такое Что Надо Не Помнить Эти вещи Всегда Что Если ты Что-то Сделал Неправильно Потому что Надо Учиться От них Что Так Больше Не Делать Потому что Бог Простил Нам Но Он Хочет Научить Нас Через Наши То есть Он Учит Нас По жизни Как Идти Если Мы Молимся Ему И Надо Идти В Милосердие В Благость И Долготерпение С них Сходя К друг Другу И Прощая Взаимно То есть Если Тебе Кто-то Прощит Прощение Надо Прощать Или Даже Если Он Прощение Надо Прощать Его Потому что Мы Не Можем Держать Обиду На Кого-то Бывает Сложное Особенно Если Несправедливо Тебя Осудили Несправедливо Тебе Что-то Сделали Тебе 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 Хочется Справедливо Справедливо Говорит Что Надо Милосердие Оказывать И Благость Кротость Надо Что Не Сразу Возникает На Кого-то Теперь Хотел Мы С Молодежью Споем Справедливо Слава Богу! Слава Богу! В черный парк от неба ты Поместил своей рукой Поместил своей рукой Нет, я еще ни разу стой К тебе близок не был ты Подарил душе покой Подарил душе покой Что этот нрав силой темной скучения Вечно скрывает свой лист Слава отец, что не ею дано нам спастись Солнце сойдет, тучи черные скроются Земли водой дождевою омоются Все дети небесные Песня тебе поют Имя твое Обвлекая в гармонию Звездные алмазы На черный парк от неба Поместил своей рукой Поместил своей рукой Нет, я еще ни разу стой Тебе близок не был ты Подарил душе покой Подарил душе покой Что эта жизнь Божьей дарит служение Радость и пулка души Где ты найдешь Совокупность Твой разных планок Пусть и страдание И счастье и строится Лишь после смерти Награда откроется Чаша скорбей Производит терпение Вся наша жизнь На земле и вновенье Звездные алмазы На черный парк от неба Ты поместил своей рукой Поместил своей рукой Нет, я еще ни разу стой К тебе близок не был ты Подарил душе покой Подарил душе покой Подарил душе покой Подарил душе покой Мир Божий всем нам Слава Иисусу Христу Вы знаете правда Что Христос воскрес Друзья Что Христос сегодня среди нас Аминь Друзья И как же все таки Много в жизни мы слышим Читаем Того что Даже то что он сегодня среди нас В это надо так же как то поверить И часто Простите Может не часто Но бывает что мешает Почему то Тот поток Мыслей Боже а на самом ли деле Ты на этом месте А в общем то мы можем Как бы и прочитать Что где двое трое там и я посреди И поверя в это слово Сегодня стоять спокойно И не тревожиться И знать что он Сегодня посреди нас И я думаю это Прекрасно Каждый на своем месте Может просканировать себя Друзья и сегодня Проверить что меня Сегодня наполняет Смог как то прославлять А почему то кто то не смог И что то мешало Как все таки Так же серьезная ответственность Нам сегодня Приняв слово что я исцелен Друзья на этом Как то устоять Как прекрасно было бы Друзья нам сегодня Над этими бурями Пролететь Или полетать Однажды У Иисуса В начале служения Было Такое И испытание Или период жизни Когда Дух повел его в пустыню Друзья и там Был такой интересный Ответ Тому Искушавшему Его От Матфея 4.4 От Матфея 4.4 От Матфея 4.4 Он же сказал ему в ответ Написано Не хлебом Одним будет жить человек Но всяким словом Исходящим из успожих Аминь Лучше извините Я не знаю правильно ли слышу Ну не странно ли было то что Почему то ученики по лодке прыгали Которое наполнялось водой В той буре Которая была Там тогда А Иисус почему то спал Друзья Не есть ли это сегодня То слово в жизни нашей Которое мы к сожалению Порою не можем услышать Осуетимся Не зная на самом деле Что буря пройдет Друзья и там будет все хорошо Спи спокойно Я бы сегодня Всем бы пожелал нам Друзья чтобы Не то чтобы наши отношения С Богом были настроены Как будто бы они Знаете расстраиваются И мы тут вновь их Настраиваем друзья Но чтобы жизнь наша была На самом деле Чтобы мы способны были Слышать то слово Которое говорит что я Я здесь Посреди вас Я в той буре В которой ты сегодня находишься Будь спокоен Да поможет нам всем В этом Господь Аминь Дорогие Братья и сестры Я вас приветствую И сегодня я бы хотела Спеть песню о Божьей любви Божьей любви Божьей любви Песня И с окна Увидела Однажды Прокаживая С проказой На лице И губы его высохли От жажды Он шокнет Ноги полочил едва А перед ним все двери Закрывали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прежде, нежели откроем Библию, мне надо что-то очень важно сделать, понимая, что есть трансляция, я буду проверен. Вчера была у меня переписка с нашим любимым братом Ивашим, Слахти, и он мне поручил передать вам привет. А теперь можем открыть Слово Божие. С чистой совестью. Евангелие от Марка, 10 глава, с 28 стиха. Евангелие от Марка, 10 глава, с 28 стиха. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня Евангелия. И не получил бы ныне во время сии среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а веки грядущим жизни вечной. Вечной. Аминь. Божье обетование, как мы только что слышали, в это надо поверить. Знаете, это нельзя объяснить, и живя на этой земле, вы понимаете, и мы понимаем все, каждый заботится о своем. И каждый как будто берет грабли, и мы грабим под себя. Знаете, есть что-то такое заложено, и это нормально, но есть что-то большее, что говорит Слово Божие, и Божье Слово открывает нам какие-то обетования, которые тяжело поверить, если ты все привык грабить под себя. Знаете, тяжело это сделать, живя по правилам этого мира. Знаете, когда я об этом размышляю, хочется сказать, слава Богу, за времена, в которые мы живем. Потому что мы читали здесь такие вещи, что оставить, и оставить мужу, жену, жене мужа, и вы понимаете, и наверняка слышали много свидетельств, еще не так давно, ну, сравнение не так давно, когда гонения, войны были. Вы понимаете, что это все реальность была. Когда читаем какие-то предания или слушаем, знаете, на самом деле люди оставляли семьи, и когда читаем апостола Павла, вы понимаете, кто-то был пивой порезан, кого-то дикие животные съели, были разлучения, кто-то потерял свой дом, кто-то потерял сына, дочь. Знаете, не хотелось бы сегодня о печальном говорить, мы сегодня живем в прекрасное время. Мы живем в прекрасное время. И может так посмотреть, знаете, когда были воины всякие, когда кто-то с работы не возвращался домой, когда, может, кто-то, как апостол Саввел на тот момент, входил домой, кого-то оттуда вытягивал, и везли в Иерусалим в темнице. Но эти были времена, когда люди теряли и немало, и когда читаем деяния апостолов, знаете, удивительно, но люди умели переносить это с радостью. Я хочу немножко в реальность прийти. В сегодняшние времена, знаете, никто сегодня, на самом деле, слава Богу, этого не делает. И может, не приходится смотреть на те печальные картинки, но у меня есть один вопрос, который я задал себе, а что поменялось? Что поменялось, если читаем вот это обетование? Разве сегодня другие времена? Я верю, что как люди терялись вчера и третьего дня, так и сегодня люди что-то теряют. И есть на то обетование. Я не говорю бросать, знаете, без какого-то рассудка, но я верю, что есть сегодня хорошее время, и оно как будто жертвенность для Бога. Время посвящения, время отдавать что-то для Бога. И именно об этом, говорит, это место, знаете, это было всегда. И апостолы чем-то пожертвовали, и Петр так и говорит, мы ради тебя все оставили. Знаете, легко ли им было? Шоу Иисус и видит молодые люди с отцом, и звучит призыв. Идите за мной. Знаете, когда у тебя все схвачено, у тебя бизнес, отец рыба хорошо продается, они просто взяли все, оставили и пошли. Знаете, так читая, знаете, как-то так быстро, мы, может, и не задумываемся на самом деле, а ведь это решение, а не ради того молодого человека на тот момент, который был еще младше, чем я, который позвал. А ведь это начало пути, они еще не знали, за кем они пойдут. Но они оставили отца, оставили все, что у них было, и пошли за нем. Тот Матфей, который сидел, может, с чем-то, что давало какое-то обеспечение в жизни, Иисус подходит и говорит, оставь это, иди за мной. Но ведь он оставляет и идет. Удивительная история, но Иисус дает обетование, и однажды, как бы, знаете, возле всего учения Иисуса, Петр понимает, что они сделали, и понимает то, что Иисус говорит, знаете, вообще-то я восполню все это. Он говорит, Иисус, а мы ради Тебя все оставили. Как будто иногда приходят в жизни те моменты, ты понимаешь, что ты ради Бога что-то сделал, и как будто не пришло воздаяние, и хотелось бы Богу напомнить Божие. А ты помнишь, как сегодня Алексей проповедовал уже, знаете, вот то прощение, которое стоило немало. Зубы мне зажать надо было, тот гнев протерпеть в себе, что-то вжать в себе, не ответить, сделать то доброе деяние, или что-то еще одеть, напоить. А ведь это так много стоит. Это кажется со стороны, знаете, вот взяли, оставили отца и пошли за Иисусом. Знаете, это вся жизнь, которая у них до тех пор была, они ее оставили. Я думаю, знаете, легко, легко смотреть, читать эту послание Коосио, то, что говорит Алексей, оставьте, сделайте то, идите дальше. Ну, а если это придет нам лично пережить? Вот когда придут все обстоятельства, когда что-то прижали и требуют от себя, отдай это доброе. Вы понимаете, что нелегко. И Библия говорит, знаете, за все есть воздаяние. И иногда как будто тяжело. Я верю, что и Петр в тот момент не просто так говорит, Господи, мы все оставили. Знаете, иногда приходим в такие моменты, что мы не верим. Есть, что не верим. Сеется что-то, как будто тупик, ты не видишь выхода, и ты вроде бы уже по тебе потоптали. Есть воздаяние. И Господь говорит, знаете, время жертвовать, оно не поменялось. Может, количество кто-то жизнью жертвовал, кто-то с семьей, домом раньше, но сегодня время не поменялось. Сегодня призыв Иисуса звучит, как и прежде, иди за мной. Может, сегодня тебе не так много придется оставить. Но это и есть путь до благословения. Знаете, сегодня, понимая, что 21 век, может, не приходится, как слушаешь некоторые свидетельства людей, которые Евангелию провозили через границу контрабандой, ведь рисковали, и кто-то наверняка не доехал до цели, кого-то арестовали. Иисус говорит, ради меня и Евангелии. Может, сегодня, сколько раз я в Польшу не ездил, знаете, за Библию никто меня не остановил, не спросил, что это такое даже. Но, знаете, ради Евангелии, может, стоит кому-то открыть сегодня Евангелию. Знаете, как бы это ни звучало, не везти куда-то, дарить, пихать кому-то, читай Евангелию. Может, это уже высший шаг. Может, сегодня время просто открыть, почитать, что там написано, ради Евангелии. Знаете, вещи, может, о которых не стоит говорить, но я думаю, что это сегодня так. Знаете, когда ради меня кажется, что мы сегодня, мы собрались сегодня уже ради, но когда я обникал в свою жизнь, что мы можем сделать ради Иисуса? Знаете, когда 21 век, техника, все вперед двигается, вы сами понимаете, может, телефон отставить или отключить интернет, это уже будет та жертва, как потерять дом в то время или семью. Сегодня для некоторых, наверное, это стало Богом, если так назвать. Я верю, что призыв Иисуса, он сегодня звучит, как и в те дни. Иди за мной. Что-то ради Евангелии, что-то ради имени моего. Знаете, я знаю, о чем говорю, потому что время выборов, оно у всех нас. Мы каждый день делаем какие-то выборы и что-то принимаем решение делать то или другое. Может, встать пораньше, вот эта жертва, помолиться, почитать Библию. Я верю, как сидеть до ночи, я про себя, не про вас, не подумайте. Это Ютуб открытый круглосуточно. И там точно найдут занятия для каждого из нас ради меня и Евангелии. Знаете, а вот в час ночи, если закрыть Ютуб, открыть Библию, легко это или нет? Я думаю, определенно жертва. И Господь говорит, иди за мной. Вот то, что ты привык делать в своей жизни, ты хозяин, ты имеешь право. И Петр, знаете, в определенный момент жизни, идя, смотря, что не только он идет за Христом, но идет еще такая толпа, немаленькая, и они-то ничего не оставляли. Вот они показались на горизонте, а на следующий день их уже нету. И приходит вопрос, а почему им можно, а мне нельзя? Знаете, я не знаю, если бы увидеть тех мучеников за Иисуса Христа, появлялись ли у них вопросы, знаете, если их сегодня поставить, и в наши времена, у них возник бы вопрос, а почему они живут настолько хорошо, холодильники забиты полностью, имеют Евангелие, которую никто не запрещает читать, собираются свободно, и никто не гонит. А мы такое протерпели. Где воздаяние было тогда? Знаете, я хочу сказать слово утешения для каждого из нас, потому что иногда мы делаем что-то доброе, и как будто не видим воздаяния, которое должно быть. Ты пошел за Господом, отдал свою жизнь, знаете, и как будто иногда хорошо, но вот то смирение, когда мне пришлось зубы, в конце концов, зажать и не ответить плохим на плохое, когда пришлось благословить того, кто мне делает плохое, когда пришлось давать стаканчик холодной воды тому, кто проклинает меня. Где же воздаяние? Иисус говорит, знаете, нету никого такого. Знаете, когда я читал эти слова, они настолько сильно запали, нет никого. В это надо поверить. Это сказал Иисус, нет никого. Знаете, есть какая-то книга, наверное, где записывается все, что вы делаете. И если это худое что-то, то и пожнем это. Но если это то, что говорит Петр, мы все ради тебя, ради имени твоего оставили, нет никого, ни одного, кто бы не получил воздаяние. Знаете, воздаяние уже в этой жизни. И на самом деле, знаете, может, я уехал с Польши, где мои родственники, где мои друзья. Ну, знаете, удивительно, ты можешь приехать в Финлянду и встретить такую семью, которая так же тепло тебя примет, обнимет, накормит, напоит, которая будет тебе опорой. Я верю, что воздаяние, оно, как написано в этом месте, в этой жизни приходит. И знаете, этот Петр, который задает тот вопрос, Господи, мы все оставили. Где же воздаяние? И может, не понимал всего на тот момент, но когда Иисус ушел, он понимал, что те три года он жив в благодати Божьей. Та сила, которую Иисус вручал ему для того, чтобы он мог пойти кого-то исцелить, на кого-то руку положить, найти те спасенные души, на которые он мог смотреть, это стоило. Это стоило оставить все то. Я верю сегодня. Каждый из нас делает в своей жизни выборы. И призыв звучит, иди за мной, ради меня, ради Евангелия. Но чтобы сделать что-то ради Евангелия, наверное, ее надо прочитать. Наверное, надо вникнуть, о чем говорил Иисус. Это те истины, про которые мы сегодня слышали с послания Колоссиона. И легко об этом говорить, найти как-то теорию, быстро прочитать. Ну и когда задуматься, когда приходит что-то в нашей жизни. Знаете, я хотел бы, чтобы мы утешались этой мыслью. Нету никого. Нету никого, кто бы не получил награды. Знаете, и может, на этой жизни не все увидим какие-то награды. Но жизнь вечно. Ради этого стоит. Знаете, когда читаем Евреям 11 главу, там идет перечисление мужей веры. И вы понимаете, там написано, что не все увидели обетование. Не все увидели ответы в своей жизни, но все они имели уверенность. Все имели уверенность. Я думал, то, когда у тебя стоит выбор проклинать или благословлять. И ты понимаешь, благословлять так сложно, того, кто что-то делал. Но когда ты переступишь через себя, благословишь, вы знаете, это чувство, когда как будто кто-то елеем помазал твое сердце. И ты получаешь свидетельство Духа, ты мне угодил. И когда ты вроде бы ничего такого не сделал, ты благословил, ты сделал то, что Иисус, но ты с радостью уходишь. Есть воздаяние. Вот ради этого чувства стоит жить и исполнять то, что говорит Иисус. На этой земле ты и я можем сегодня переживать то воздаяние. Когда ты утром проснешься раньше, откроешь Слово Божие и читая очередной стих, у тебя польются слезы. И это сложно сказать кому-то, кто этого не переживает, но если у вас это есть, вы понимаете, стоит этого что-то жертвовать сегодня ради Иисуса Христа, ради Евангелия. На этой земле мы можем быть самими счастливыми людьми. То, когда ты встречаешь человека, и у тебя откроется какой-то кранчик, и ты о благодати можешь ему рассказывать, дорогие, а человеку нечего рассказать. Это прекрасно быть наполненным чем-то, что имеет смысл. Знаете, это время показалось, что мы приходим в какой-то тупик, и у людей нечего сказать. Нету надежды дальше, но христиане, какие-то удивительные люди, как будто имеют какое воздаяние уже, и среди этой тьмы они сияют. Знаете, это Божие благословение. И Петр задает вопрос, Господи, мы все оставили. Может, пришел момент в твою жизнь, когда тьма обяла, и ты не понимаешь. Ты стараешься угодить Богу, но нету благословения. Я хочу повторить, нет никого, Иисус сказал, нет никого, ответ Петру. Продолжай делать дело Божие. Продолжай служить, трудиться, делать добро. Все оно записывается, и ты будешь пожинать то, что сеешь. Но самое важное, ты имеешь обетование жизни вечной на основании этого слова. Стоит сегодня сеять, стоит сегодня где-то прижимать свое «я», где-то уходить от чего-то плохого, стоит сегодня где-то пожертвовать, знаете, лишний раз закрыть телефон. И это заменить Евангелие. Как сложно это бывает. Знаете, это какая-то одержимость или зависимость. Есть братья у нас приезжали на это место вы их знаете. Бог давал свободу от Фейсбуков и всяких социальных сетей. То, с чем ты можешь бороться годами, Господь дает свободу, но это стоит, если это ради Евангелия. Знаете, наверняка были такие, и Библия об этом говорит, которые не с чистой совести делали что-то ради Евангелия, вроде бы Иисуса. Есть и сегодня люди, знаете, как-то мне сестра прислала, есть те, кто и сегодня, знаете, на крест себя добровольно вешают, какие-то муки переносят. Ради чего? Об этом Бог не говорит благословение, но есть те, кто ради Евангелия и ради имени Иисуса Христа, дорогие, есть благословение, и хочу повторить еще раз, нету никого. Кто бы сеял добро, кто бы не получил воздаяния. До благословения всех вас, Господь. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Глубокая боль, обитые огорчени, сколько раз томится ты, ища покой. Ты долго страдал, в оковах непрощенья. Божий свет совсем не согрева, мир твой. Прощать и любить, как важно научиться в жизни иного пути, иного нет пути к отчизне. от сердца простить, какой великий подвиг, развязать узлы, правильный ключ найти. Попробуй простить, мой друг уже сегодня, сила есть пролитой на кресте. На кресте крови, прощать и любить, как важно научиться в жизни. Как важно научиться в жизни и любить, как важно научиться в жизни. Идите, От сердца прости, наступит в жизни праздник, Словно сад весенний, расцветет душа. Прощать и любить, что может быть прекрасней, Научиться искренне прощать врага, Прощать и любить, как важно научиться в жизни Иного пути, иного нет пути к отчизне. Слава Богу! Церковь, слава нашему Господу! Конечно же радостно снова быть у вас. Что-то мы зачастили. Надеюсь, вы так же искренны, как и мы. Мы весьма рады быть снова у вас, друзья. Слава нашему Богу. Потому что я вижу, вы тоже любите Иисуса, правда? Вы любите Его. И мы Его любим. Поэтому стараемся не словом, а делом жить так, Чтобы и Ему было приятно, глядя на нас. Потому что у нас живой Бог, друзья. Я верю, что живой Бог сюда привлек нас, на это место. И живой Бог. Только подумайте, если Он живой. Это не просто идол, которого ты себе придумал. Придумал образ поклонения какой-то. Ну, вот как тебе это понятно, хочется, приемлемо. Нет, все от Него. Он живой. Представляете, с Ним можно иметь общение. С нашим Богом можно иметь... Вот мы с вами можем давно не видеться, А приехали, общаемся. С нашим Богом можно иметь общение. Друзья, это такое счастье. И именно такие люди на самом-то деле, В общем-то, являются вот этими детьми Божьими. Потому что у них есть общение с Отцом. И все это благодаря тому, что Христос сказал, Я-то не оставлю вас сиротами. Я пошлю вам Духа Святого. И Он в вас будет, как вот тот передатчик. Вы можете иметь с Ним общение. Друзья, такое счастье. Не всегда так бывает, что мы сохраняем это общение, Но мы до того и собираемся. В воскресный день одна из причин, чтобы друг другу помочь. Знаете, как раньше приемники вот эти были? Ну, кто-то помнит еще. Молодежь, наверное, не совсем понимает, о чем вообще речь идет. У нас еще такой был, когда мы уже жили в Финляндию, Уже появился дигитальный. Он тоже настраивающийся, но там цифры уже бежали. И мы ехали. Подъезжаешь к Питеру, настраиваешь машине в радиостанцию, И машина ловит очередную яму в Выборге, И эта станция спрыгивает у тебя. Ты лезешь туда. Хорошо, если это делает не водитель, а помощник его. Я думаю, что современные люди не понимают, о чем речь идет. Ты только ее нашел, как бы циферки. Ну, я уже не говорю про то, когда там, помните, шкала бегала. Но это искушение я помню. Мне было там 15-16 лет. Ты едешь, наконец-то мы что-то настроили. Будет приятно еще два часа по этим дорогам доехать до места. И вдруг эта яма, хлоп, она сбивается, эта станция. Ну, волна. Ты начинаешь ее опять крутить, искать. Думаешь, тихо, тихо, только бы все спокойно. А то сколько ж можно. Так вот иногда у нас ямы в жизни бывают, знаете, и сбилось. Вот ты слушал, а там еще была твоя любимая песня. Или что-то такая информация очень важная. И хоп, и нету. И чшшш, там такая помехи. Думаешь, да что, что такое. Включаешь, а там уже все закончилось. Поможет нам Господь, друзья, чтобы в этом служении ни у кого не избилась волна. Знаете, как бывает? Сидел с открытыми глазами. Вечер. Тепло. Что-то проповедник говорил, хоп, и ты уже обратно вернулся. Господь, наша задача бодрствовать, я знаю, о чем я говорю, и услышать что-то сегодня, друзья. Да поможет нам Господь. Я бы сегодня хотел одну тему говорить о том, о чем говорил. У нас было служение в Каркел, когда-то мы с братьями там ездили, проповедовали. Вот где проповедников, а там их было много. Слава Господу. И там вот я ввел одну тему из 13 главы послания к евреям. И буквально разбирал почти по одному стиху мысли, который, как я вижу, автор этого послания, оставил церкви как наставление. Там почти каждый стих – это определенная тема. Послание к церкви. Здесь было много. Я вот перечислю с первого стиха. Там было братолюбие. Там было страннолюбие. Там было, помните, узников. Там был брак у вас, да будет честен, ложа непорочна. Имейте нрав несраболюбивый и так дальше. И, друзья, в 7 стихе автор этого послания говорит так. Давайте прочтем. 13 глава послания к евреям и 7 стих. Написано так. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Аминь. Друзья, поминайте наставников ваших. Я думаю, вы, читающие Библию, знаете, да, что нашего Господа тоже называли наставником. Помните, да? Наставник, погибаем. Наставник, там, мы ловили рыбу и ничего не поймали. Какое-то хорошее такое слово, правда, наставник? Вам понятно, что оно значит? Но даже если вы гибаете головой, я помогу вам быть еще более твердым. Я бы смотрел, что же это значит. Я бы хотел говорить о наставничестве и о наставниках, которых надо поминать. Вообще, кто это такие? Ну, чтобы разобраться. Посмотрите, в одном из словарей написано так, что наставничество – это отношения, в которых опытный и более сведущий человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции. Опыт и знания, относительно которых строятся отношения наставничества, могут касаться как особой профессиональной тематики, так и широкого круга вопросов личного развития, сферы применения наставничества, адаптации молодых специалистов, услуги личного развития и так дальше. Наставником называют лицо, которое передает знания и опыт. Если все это суммировать, я понял половину информации, может быть, и мимо вас прошло, но в двух словах. Наставник – это человек, который делится знанием и опытом. А наставничество – это этот процесс, в котором находится. То есть там должен быть тот, который опытный, и тот, который менее опытный. Правда? И передача информации. Ну, волна. Нам надо передать что-то. Я не знаю, как вы читали этот текст всегда, но мне немножко всегда смущало это, сколько раз я не читал, что здесь написано, что нам надо помнить этих наставников, которые проповедовали нам Слово Божие, взирая на кончину их жизни. Меня это очень сильно напрягает, потому что если это наставник хороший, которого надо помнить, его наставление, что он мне говорил, то мне что, надо ждать, когда он закончится? И только тогда я сделаю вывод, о, это был человек, которого стоит послушать. Правда? Или нет? Вот как вы понимаете это? Когда я посмотрел подстрочник, немножко другие переводы, все-таки мысль там состоит в том, чтобы взирать, там вот есть одно из значений вот этого слова, кончина, кончина именно, не обязательно конец, там вот есть выход или переправа. И вообще там в тексте написано, что взирая на переправу их жизненного пути или на выходы их жизненного пути, это уже меняет смысл, и в этом есть зерно. Знаете почему? Потому что когда ты с таким человеком рядом, тебе не обязательно ждать, когда он умрет, и ты на его похоронах поймешь. О, не ошибся. Ну, в смысле, я наблюдал за ним, и смотри, этот хороший, давай буду теперь вспоминать, чем же он меня там учил. Время ушло. Поэтому смысл этого все-таки местописания заключается в том, чтобы смотреть на этих людей и опыт перенимать уже во время жизни. Как интересно, друзья, в моей жизни это было буквально. В моей жизни человек, который проповедовал Слово Божие, как тут написано, я наблюдал за его жизнью порядка трех лет. Ни один год, ни два, трех лет. Я хочу сказать, что наставничество – это определенная ответственность. И наставником может быть каждый из нас, кто уже уверовал в Иисуса Христа. И вы знаете, кто-то, может быть, уже сегодня за тобой наблюдает. Кто-то смотрит, как ты проводишь свою жизнь. Кто-то смотрит не на кончину твоей жизни, а как ты выходишь из ситуаций жизненных. И это можешь быть ты. Сюда мы ехали в машине, брат задал вопрос, а вот как вы понимаете, сойдет на вас Дух Святой и будете свидетелями мне? Ну, мы там имели разговор определенный, как мы понимаем это местописание. И вы знаете, мы уже смотрим на людей, уже наблюдают за вами, за мной наблюдают, и вы, может быть, наставниками. Если вы проповедуете Слово Божие, как вы думаете, вам верят на Слово? Или все-таки хотят проверить то, что ты говоришь. На самом деле так. Это ваша большая ответственность. И на каждом из нас она лежит. Потому, здесь говорится, вы помните этих наставников, они проповедовали вам Слово Божие, но также вы же видели, как они жили. Видели ли? Я понял в своей жизни, что для того, чтобы понять, из какого теста ты и я на самом деле являемся, но наставничество по воскресеньям это не наставничество. Правда или нет? Мы приехали и уедем. Вы разойдетесь, я не знаю, на неделе вы увидитесь вообще или нет. Тяжело сказать. Наставничество, помните, как со Христом? Вот интересно, у него-то вообще глаголы вечной жизни лились из уст. А однако, говорят, учитель, где живешь? Где живешь, учитель? Когда последний раз к вам напрашивались гости? Потому, что одно дело, правда, воскресный день, мы тут все такие красивые, все. Другое дело, заглянуть к тебе домой и побыть с тобой один денек в другой, а на работе с тобой поработать немножко. И не один день, а другой, а год, два. наставник, где живешь? Наставник, как ты жизнь свою проводишь, как ты выходишь из этих ситуаций, очень интересно. Я был в своей жизни, когда только вот приближался к Господу, был наблюдающим за человеком и смотрел за одним конкретным человеком, а как он живет? Да, я с ним не жил конкретно, но был очень много вот в таком отношении близком. И когда ты начинаешь понимать, а, слушайте, он тоже человек, но как Бог, наверное, Бог помогает ему выходить из всех ситуаций. Потому что мы-то, придя из мира, там научены таким философиям мирским, что, например, на Бога надейся, все на Бога надеются, однако, Бог спасибо, я сам. А вот как вот эти верующие делают? На Бога надеются, и что делают? И еще раз надеются, и еще веруют, и молятся, и просят, и потом действуют. Это же с мелочей строится вся жизнь. И мы понимаем, да, наставник, как живешь, и кто-то за мной, за тобой уже наблюдает, это очень важно. И нам помнить, а, о чем же, как же он проходил эти испытания жизни? Мы уже сегодня говорили, братья напоминают здесь, да, вот они, искушения приходят, вот они, трудности приходят. И как ты? За кафедрой ты такой красавчик, такое все правильно понимаешь, вышли только за двери. Наставник, это что? Как мне воспринимать твои правильные слова, которыми ты только что меня здесь нагружал? Ты говоришь так правильно, ну, просто не придерешься. Ну, как ты живешь? Наставник, это который передает опыт и знания. И с таким человеком автор послания говорит, вот этих людей вспоминайте. По жизни я смотрю, знаете, не всегда есть хорошие примеры, но хороших больше, друзья, слава Богу. хороших больше. Если ты хочешь на самом деле найти богобоязненных людей, которые искренне ходят пред Богом, ищут Его лица и могут быть на самом деле для тебя наставниками, ты таких людей найдешь. И когда ты с ними соприкоснешься не в воскресной доме молитвы, а именно там, в повседневной жизни, где они являются мужьями, женами, матерями, отцами, может быть, детьми, вот там вот проявляется наше христианство. Вот там. И когда ты с такими людьми побудешь, со Христом ученики были три с половиной года. и ели, и пили, и были с Ним. Вот интересно, как это было. Ну, много времени провели, правда? И не с первого раза наверняка убедились, правда, что ох, это ж Христос. У них сомнения были до последней минуты. Однако при всем том, он говорит, когда я уйду, иду в святой привет, он напомнит вам все, что я вам говорил. И все, что мы с вами читаем, это воспоминания о наставнике. О Господе и Спасителе Иисусе Христе. А они говорят, мы Его осизали, мы видели, слышали, и мы были там. И вот они рассказывают, рассказывают, и это мы сегодня называем Евангелием. Друзья, а кто ты и я? Хотел бы ты, чтобы рядом с тобой побыл какой-нибудь человек, и после этого был тем человеком, которому ты проповедовал Слово Божье, и он о тебе вспоминает, и знаете, что делает? Здесь написано, подражайте вере их. Не людям. Это очень важно подчеркнуть. Вот этих вспоминая наставников, подражайте вере их, а не людям. Люди могут срываться. Правда, мы можем срываться? Ну, все. Может быть, здесь и есть кто-то по-другому, но я не думаю. Мы все бываем. Ну, вы знаете, что нас в нашей вере, то есть в отношении с Богом, возвращает на позиции наставника, и на тебя опять можно смотреть и брать пример? Это то, когда ты сорвался, ты как учил наш Господь, приходишь и просишь прощения, и говоришь, простите, ты восстанавливаешь свой статус наставничества, и идешь дальше. Если мы в этом пребываем, Господь поможет, и поминайте наставников ваших, это очень серьезное слово для меня, по крайней мере. Смотрите на их жизнь, подражайте вере их, это очень важно. Наставничество полезно, когда мы к чему-то стремимся, друзья. В этой же главе автор этого послания продолжает, давайте прочитаем 17 стих. Первый глагол сегодняшнего дня был «Поминайте наставников». А второй глагол мы читаем «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Друзья, у нас есть в жизни много чего-то неполезного. Второй глагол «Повинуйтесь наставникам вашим». Знаете, для меня какой самый показательный пример наставничества? Это многие, наверное, здесь ездят за рулем, правда? У всех есть права. Ну, большинства, наверное, правда? У вас всех, и меня в том числе, когда-то кто-то учил на права, правда? Ну, за рулем садиться. И все мы когда-то первый раз слышали, как нам говорили, что надо делать, когда ты садишься за руль, как надо нажимать, куда, и еще и не смотреть, что ты нажимаешь, и еще смотреть за зеркалами, за приборами, за обстановкой, еще разговаривать с кем-то, и все это делать одновременно. Вы помните этот шок? Что? Да как это может быть вообще? И знаете, вот наставник сидит рядом, ну, инструктор, и вот он такой умный, он только что там преподавал теорию, да, и там, казалось, мне все получится. Но когда ты сел за руль и первый раз попробовал эту железку сдвинуть с места, ты понял это что-то невероятное. А как можно одновременно переключать, тормозить и газовать? И еще смотреть за приборами? И общаться с инструктором? Конечно, сегодня мы уже такие наставники, ездим автоматически, и никто даже не думает об этом, правда? Давайте скажем, слава Богу. Слава Богу. Скоро будем ездить на автомат, коробки, все вообще, еще меньше проблем будет. Или больше, не знаю, Бог один знает. Ну, вот инструктор, да, он садится рядом с тобой, и начинает тебя учить, и говорит, слушай, делай, что я тебе говорю. И ты можешь сказать, да, я сам могу. Вперед. Я думаю, если бы тебе дали, это у нас здесь такие хорошие машины, а если бы ездили на Жигулях, или на Иш, москвиче когда-нибудь, кто-нибудь трогался, братья? Да, это жесткая школа. Я тоже с детства ездил за рулем, но однажды я уже на разных машинах ездил пацаном, и думал, я уже все умею. Мой брат дал мне Иш, каблук, и говорит, а, поезжай. Я не мог в горку на нем тронуться. Я говорю, да что ты за машину вообще мне дал? Он говорит, на ней надо ездить особенным образом, а то привык тут на иномарках. Разные вещи. И он мне говорит, и представьте, мне было так, пришлось через себя переступать, чтобы моего старшего брата спросить, слышь, а что надо делать-то? Он говорит, ах, позорище. Ну, мы вместе у одного инструктора учились, это наш отец. Он говорит, делай так, так и так, только тогда этот гроб поедет. Понимаешь? Запомни. Если ты так делать не будешь, ты не сдвинешься с места. Вот когда наставник, ты посмотришь на его жизнь, как он живет, он тебе говорит, делай так. Ты говоришь, да я сам умею, что ты мне тут командуешь. Попробуй. Второй глагол, повинуйтесь наставникам вашим. А это уже серьезно. Это уже связано с нашей волей, с моей личностью. Как это мне надо кого-то слушаться? Ну, смотрите, если ты этого наставника жизнь видишь, у тебя приходит к нему доверие, правда? Доверие мы зарабатываем годами, а теряем очень быстро. Доверие мы зарабатываем годами, а теряем настолько мгновенно бывает, и уже ты не можешь ему доверять. С этим наставником ты садишься в машину. Почему я связываю эти два стиха, повинуйтесь и помните, могу опять говорить только про свою жизнь. Мой отец для меня был всегда авторитетом. За рулем он там 40 лет, там без аварий, без особых штрафов. Но это профессионал своего дела. Профессиональным водителем работал много лет, лет 20, наверное. Он для меня был наставником. Вы знаете, я ему верил, потому что знаете почему? Я знал, как он ездит. Я знал, как он ездит. Я видел это. И когда он мне что-то говорил, авторитет каждого его слова был настолько весомым, что когда я пошел в автошколу, я понял, что там учат так поверхностно. Мой отец учил глубоко. Он думал обо мне, не просто как о водителе, а о личности, чтобы я себя не убил где-нибудь в этой машине, на этих дорогах. И вообще ездил так, чтобы моему отцу было не стыдно за меня. Он всегда говорил моему брату и мне, не дрова возишь, когда людей везешь. Помни это. Ты должен ехать так, чтобы в твоей машине людям было легко и спокойно спать, а не держаться за ручки и молиться. Побыстрее бы мы приехали. Я эти наставления, друзья, слышал с детства. Может быть, и у вас были такие хорошие учители. Мой отец для меня авторитет по сегодняшний день. Он ездит, как настоящий профессионал. Ты с ним не боишься ехать. Понимаете? И тогда слово этого человека не на словах. Потому что можно говорить, сынок, ты там езди вот так, спокойно, а сам папа хоп, и только колеса свистят постоянно. И опять он разбил машину, и все виноваты. Снова у него права забрали, и опять полиция виновата. Правда, ну, не укладывается оно. Такое наставничество, такой опыт и знание. Хочется сказать, слушай, оставь этот опыт себе. Мне он не нужен. Так же и в духовных вопросах. Поездись с человеком, побудь с ним в служении, побудь с ним побольше. Ты увидишь, кто он. И когда ты увидишь, кто он, на самом-то деле, не по слухам, а на самом деле, на собственном опыте, это будет драгоценно для тебя. Потому что люди с духовным опытом могут дать тебе много полезного. И тогда от тебя будет зависеть, ты будешь вспоминать наставление, и будешь послушным этому наставлению. Понимаете? Потому что здесь прямым текстом написано, «Вы помянуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет». Здесь говорится о старших людях в той же церкви. Вы же понимаете, все понимают, правда, о чем идет речь. Кто-то неусыпно печется о вас, о нас, обо мне. Правда приятно? Друзья, правда приятно? Кому-то не все равно до твоих нужд и проблем. В нашем мире, в котором все такие самодостаточные или большинство из людей, вы знаете, на самом деле люди, многие, подавляющее большинство, хотят, чтобы кому-то было не все равно до твоей жизни. Если ты в своей жизни найдешь в церкви таких людей, а ты их найдешь, поверьте, ты их найдешь, тебе нужно будет быть послушным ему. Он печется о тебе. Это очень важно. А знаете, почему печется? Не потому, что он такой хороший. Он просто ответственный человек. Здесь так и написано. Он обязан будет дать отчет за тех людей, о ком он печется. Это очень серьезно. Это вот этот инструктор, я возвращаюсь опять в автомобиль. Ему очень важно тебя научить. Если он нормальный инструктор, ему надо научить тебя не просто управлять автомобилем, а ему надо научить тебя быть ответственным человеком, который выезжает туда на дорогу и является, ну, еще один скажу, такой термин моего папы, который заставлял меня сжаться, и до сих пор мурашки по коже, когда он говорил 7-8-летнего мальчишки, помни, сынок, ты выезжаешь на дорогу, и ты знаешь кто? Кто папа? Потенциальный убийца. В этот момент хотелось вылезти из-за руля, сесть на заднее сидение и в окно смотреть. Слушайте, езжайте сами. А он говорит, а я тебе не придумываю. Ты выезжаешь на дорогу, ты знаешь, сколько людей гибнет на дороге. И ты можешь быть причиной этих аварий. И тебе реально судить будут. Это было наставление с моего детства. Вы знаете, может быть, это жестко покажется кому-то, но оно по сегодняшний день мне помогает, друзья. Ведь это правда. Или вы не согласны? Если ты создашь аварийную ситуацию, это подсудное дело, это не просто штрафы. Как многим надо услышать сегодня что-то. Наставник печется о тебе. Ему за тебя отчет надо дать пред Богом. Ты все ему передал драгоценное в духовных вопросах. Если он повинуется и покорный, он будет иметь успех и сам будет наставником кому-то, правда? Это очень серьезно. Это реально вопрос жизни и смерти. И это не шутки. Но смотрите, чтобы они, эти наставники, делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Как вы думаете, вы какой член церкви, о котором говорят «Фу, этот Алексей!» «Господи помилуй, помоги!» Так? Или «Боже мой, слава тебе за него!» Ну, за вас, за сестру, за брата. Боже, благослови, побольше бы таких! А ведь, правда, это где-то наш выбор в каком-то, на каком-то повороте жизни, правда? Как ты себя ведешь? Кто-то тебе, может быть, печется, кто-то молится за тебя, за твои нужды, а ты вот понимаешь, как ты понимаешь. Знаете, что автор послания говорит? Это для вас не полезно. Правда, красиво сказано? Вот, правда, красиво сказано? Это как он с инструктор скажет молодому водителю, которому учат, слушай, гонять на трассе, там, на дорогах, это тебе не полезно, друг. Правда, красиво звучит? Вместо того, что сказать, да инвалидом будешь, коляски будешь ездить, тебе это надо вообще. Людей убьешь и сам убьешься. Тот же самое, только с жестким языком. А здесь такая любовь в этих словах. Друзья, это вам не полезно, перестаньте быть непослушными и непокорными. Это вам не полезно, это как неполезную еду, есть. Ты ешь, вроде сейчас ничего, а потом хопа и проблемы. Неполезный образ жизни ведешь. Вроде сначала кажется нормально, пока молодой. Пришли годы, а, и все, оно жатво. Собирай. Аптечка вот такого размера. Думаешь, надо было это по молодости? Бог говорит, это неполезно для нас. Слушай, что тебе говорят наставники. Слушай, слушай. Знаете, какая проблема сегодняшнего дня? Наставников слишком много. Правда? Как вам кажется, легче с наставником жить вместе, быть, собрание, служение, на вторку поехать, в Хельсинки? Еще раз спрашиваю, когда вы в Хельсинки приезжали в последний раз? Приезжайте, приезжайте, я вас приглашаю. Я уже говорил, что расстояние совершенно одинаковое в одну и в другую сторону. Вот с ними поехать, побыть в машине, часик-другой, поговорить, пообщаться. Расскажи, брат, твой духовный опыт, поделись свидетельством, что в твоей жизни происходит. Научи меня чему-то. Может быть, ты этот наставник будешь. Ты поделишься. Это же жизнь. Это красота. А не так, что увиделись красиво, раскланились, и опять через неделю увидимся. Каждый живет в своей жизни. А вы знаете, какая беда? Я не знаю, как у вас. Я не хотел в вашу жизнь лезть. Я знаю, как у меня. А ты открываешь интернет, там столько наставников. И самое интересное, что они, знаете, что, например, они за нас с вами никто не воздыхает. Я вам больше скажу, им, ну, их понять можно, им все равно. Вы один из ста тысяч просмотров сделавший. Понимаете меня, о чем речь идет? Он говорит, наставник – это тот, который рядышком. Христос был с ними рядышком. Они видели, как он реагирует на те или иные ситуации. Они видели, как он хотел исполнить волю Отца. Они видели, как он уходил на гору молиться один и возвращался оттуда. Они видели, как он разговаривал с фарисеями, которые его искушали. Они видели, как он давал шанс грешнице, которую привели побить камнями. Они это сами пережили. Представляете? Это опыт, который он передавал им. Мы сегодня иногда через вот этот вот глазок смотрим в этот интернет, наслушаемся наставников. Пустота, пустота. Приходишь к своим наставникам, и ты такой умный, просто голова пухнет. Слово Божье говорит, ваших наставников вспоминайте. Вы их жизнь знаете? Кого вы слушаете? Вы их жизнь знаете или нет? Я сильно сомневаюсь. Я очень сильно сомневаюсь. Наставник – это тот, с которым ты рядом, бок о бок. Да, он может быть не совсем совершенным человеком, но он здесь рядышком. Писание говорит, помните их, подражайте вере их, и знаете, что делаете? Повинуйтесь и будьте покорны. Хотите быть здоровыми на пенсии? Это вам полезно. Потому что он будет за вас молиться с радостью. Представляете, а вас с радостью. Ну, как бы вы хотели жить, чтобы вы вас с радостью вспоминали? Или с глубоким вздохом? Я бы хотел, чтобы с радостью. Я надеюсь, вы тоже. Аминь. Слава Богу. Друзья, я верю, что у нас все получится. Я очень сильно верю, что у нас все получится. И мы сможем понять, кто-то нас учит, кто-то нам хочет передать. Вы знаете, я хочу, чтобы мы за человеком увидели Бога. Не люди хорошие или плохие, а Господь, который сегодня тебе дает рядом человека, с которым ты можешь, он как стартер для тебя, знаете, разгоняет тебя по жизни, по духовных вопросах. Может быть, он с тобой какое-то время молиться будет. В моей жизни так было. Был человек, который был при начале моего духовного пути, который, в общем-то, является, кто родил меня благоуставанием во Христе. Потом эти люди уходят в сторону естественным образом. Приходят другие, которые являются сегодня наставниками для меня. Они рядышком со мной. Чаще всего, конечно, это никакой не секрет, это мои служители, в моей церкви, рядом. Да, мы там тремся, искрим, обнимаемся, тушим, живем, друзья. Есть близкий круг общения, люди, которые могут вам рассказать о том, как я дома живу, о том, как я на работе себя веду. Так или нет? Как я с детьми своими обращаюсь, как я с женой своей себя веду? У нее бы спросить, правда, наставник, за визуну свою, ты так красиво говоришь, а она что скажет про тебя? Правда, вот это наставничество? И когда ты наблюдаешь за этим, а я уверен, что у нас есть полное право наблюдать и делать выводы, и сказать, знаете, вот через этого человека я хочу брать опыт духовной жизни и расти. А что-то, может быть, и отвергать. Это наш выбор. Поэтому Бог учит в Слове Божьем смотрите, наблюдайте, повинуйтесь, будьте покорны, и Бог вас благословит, и вы будете успешны в духовных вопросах. Еще один глагол с этим связан, записан фессалоникийцем. Я читаю первое послание фессалоникийцем. Пятая глава. 12 стих. Пятая глава. Первое послание фессалоникийцем с 12 стиха. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой». Правда, хорошее наставление? Уважайте, почитайте предстоятелей ваших и те, кто трудятся. Может быть, это вы. А если мы друг друга будем почитать, представляете? Какая любовь. Вот у Бога как-то все красиво, правда? Нам есть чему учиться. Будем почитать, будем уважать. Это Господь говорит конкретно при нем текста. Потому что кто-то трудится, кто-то что-то делает, кто-то где-то выкладывается. А у нас мы люди. Правда, если нас один раз, ты к кому-нибудь, у вас, вы когда-нибудь где-нибудь жили на квартире у кого-нибудь? На все включено, на all-inclusive какой-нибудь. Где и постелено, и накормлено. Мамуля. А правда, когда вот уже такие немножко вырастаем, мы уже думаем, что это вообще в порядке вещей? Кто-то тебе там бутики делает, этот завтрак, обед, правда? Кто-то убирает за тобой, а ты даже не замечаешь благословение от Господа, правда? Так вот, Писание говорит, уважайте трудящихся у вас. Это же прямое повеление. Не нужно опускать. То есть, все идет с низов, с элементарной бытовой жизни. Переходя на церковь. Ведь все же сегодня сказано, и оно же относится к церкви. Как ты живешь там у себя, личной жизни, так ты будешь жить и в церкви. Ну, это естественно. И тебе не надо притворяться, правда? Тебе не надо одевать маски, лицемерить. Ты так живешь дома, ты так живешь с братьями и сестрами. Кто-то трудится, кто-то почитает. Потом местами они меняются, и все в любви живут. Это же идеально. Тут написано, будьте в мире между собой, потому что кто-то недооценивает труд, кто-то огорчается, потом они, ну и у нас, как у людей, бывает, правда? И не всегда бывает, что все дорастают до этого уровня, кому-то надо помочь. Так вот дальше здесь апостол Павел продолжает, он говорит, умоляю также вас, братья, вразумляете бесчинных? Это первое. Кто такие бесчинные? Это как раз люди, которые не понимают, что председовластым надо вставать, например. Правда? Чины не почитают, бесчинные люди. Бесчинство, такое старое русское слово. Здесь написано, умоляю также, братья, вразумляйте их, учите детей. У меня сейчас у младшего сына такая фаза. Он встает и ждет, когда пастор подойдет. Это целый урок. Я понимаю, что сейчас он это делает автоматом, потому что я его так учу. Но смысл, ты вкладываешь в что? Подойдет к тебе взрослый человек, брат, сестра, неважно, приветствую его. Да, он как солдат стоит, в принципе, для него это для галочки сейчас. Но я смотрю, ему становится с каждым разом все больше нравится. Потому что он видит улыбку обратно, правда? Коммуникация. Вы разумляйте, вы разумляйте, чтобы не было бесчинных. Ни мы, ни наши дети, правда? Утешайте малодушных. Есть люди такие, знаете, ну, такие ранимые. Что-то им там сказали не то. Они уже все, помираю, меня кто, меня никто не любит, никто не уважает. И он говорит, он говорит очень четко, утешайте их, все хорошо, все нормально. Ну, младенцы во Христе, надо посисюкаться какое-то время, вырастет, поймет. Правда? Есть те духовные, наставники, кто уже по-духовне выросли, знает с кем как. Кому-то бесчинному надо пожестче, а малодушному помягче. Правда чудесно? Так почему бы нам не быть этими наставниками? В церкви приходят новые люди, надо научить жить в обществе. И так дальше. Поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Ну, и можно было бы продолжать, друзья. Так все красиво. И у нас есть шанс так жить. Это церковь Божия. В такую церковь приходишь, и ты чувствуешь, если ты младенец, тебя окутали любовью. Если ты немножко обнаглевший младенец, тебя уже так пожестче. Знаете, вот как любовь была. Один пастор очень красиво показывал в моем доме про своих детей, говоря, он говорит, что одного я люблю вот так, а второго знаете как? Вот так. разный характер. Одного можно вот так вот любить, нежно, а второго надо крепко. И это тоже любовь. Духовный человек понимает, он судит обо всем, а в нем судить никто не может, потому что, ну, ему дано знание, друзья. И все это мы приносим в церковь. Хотел бы, чтобы вот это наставничество, оно было в нас. Было. Не виртуальное наставничество, я в него не верю. Наблюдая за этим уже не первый десяток лет, сколько за Богом следую, оно минимальное наставление несет. Когда ты приходишь в свою церковь, выпытаешься практиковать то, что ты в интернете насмотрелся, ты втыкаешься в такие тупики, что это просто беда. Ты говоришь, да не работает. Ты ему там пишешь в его влог, куда ты там насмотрелся. Не работает. Говорит, еще пытайся. Не работает. Так ты приди и покажи. Так как же он покажет, когда он в Америке живет? Правда? Иди к своим служителям, пастырам и обтесывайся, и почитай, и повинуйся, и люби, почитай, уважай. Вот это жизнь, правда, друзья? Вот это реальность. Но в этом во всем помощник нам Бог. Друзья, слава Господу. Иисус трудился над своими учениками. Они же такие не обтесанные были. Помните? Сыны Громова. А потом Иоанн, апостол любви. Боже, помоги нам. Но он может это сделать. Иисус может это сделать, друзья. Сегодня Бенник утром читал, они там огонь готовы были с неба, да, свести. Спокойно, спокойно, спокойно. Умеет он это делать. Поэтому мы к нему идем, просим у него помощи. Господь, помоги. У него что-то не получается. Может быть, ты уже должен быть наставником, а тебя до сих пор надо наставлять. Возвращайся опять немножко к этому автомобилю. Ты уже должен был других учить, а на тебя посмотришь, кажется, слушай, у тебя права забрать и снова в автошколу тебя отправить. Это какое-то позорище на дороге. Так и в духовной жизни иногда бывает. Но да не будет с нами, друзья, да не будет. Будем, может быть, медленно, но уверенно расти. Кто-то уже сегодня наблюдает за твоей жизнью и хочет от тебя чему-то научиться. Может быть, ты хочешь чему-то научиться. Проси, увидишь таких людей, и они помогут быть для тебя стартом определенной духовной жизни. Друзья, да поможет Господь, и через это будет расти церковь и духовно расти, и честненно, и Бог будет прославляться, и нам будет всем хорошо. Правда? Давайте скажем слава Богу и помолимся. Отец, дорогой, благодарю и славлю тебя, Господи, что есть в нашей жизни это наставничество Твое. Самый главный наставник и самый верный и истинный это Ты, наш Господь. В слове Своем, Боже, Ты оставил для нас так много этих наставлений. Боже, помоги нам дорожить этим, Господь, и в жизни своей понять и исполнить, Господь. Но я верю, Господи, так же Ты говоришь, что и в жизни нашей есть непосредственные люди, впереди нас идущие, более опытные, которые более имеют познание о Боге, которые могут многому нас доброму научить. Помоги нам быть послушными им, и через это Тебе, Господь, через это возрастать духовно. Помоги нам, Господь, уважать, почитать таких людей, Господь, которые трудятся неусыпно, пекутся о наших душах, молятся за нас, Господь, и через это также учить своих детей, чтобы в этом во всем прославлялся также Ты, Господь. Я благодарю Тебя, что здесь, в Турку, народ Божий желает познавать, Господь, желает, чтобы Ты, наставник, приходил и наставлял, и Ты продолжай это делать, Господь, как делал до сего часа, и в этом они пускай вырастут духовно, численно вырастут, Господь, и в этом будешь прославлен Ты, Господь. Я благодарен Тебе, что мы сегодня могли о Тебе говорить, об истинах Твои, Боже, несем Тебе всю славу и честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, друзья. Аминь. 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 Хорошо мне с Тобою быть, Тебе верить, себя любить, Хорошо в тихий час ночной Иисус говорит с Тобой, Хорошо мне с Тобой везде, Даже в горе, в большой беде, Даже если темно вокруг, Ты мой самый надежный друг, Хорошо мне с Тобой везде, Даже в горе, в большой беде, Даже если темно вокруг, Ты мой самый надежный друг, Невозможно с Тобой скучать, Я часами могу мальчать, Сознавая, 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 что рядом ты, Сознавая, что рядом ты, Сознавая, 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 Иисус говорит с Тобой везде, Даже в горе, в большой беде, Даже если темно вокруг, Ты мой самый надежный друг, Даже если темно вокруг, Ты мой самый надежный друг, Я думаю, мы сейчас помолимся, молитвы, Отче наш, А потом, если есть объявление, Отче наш, сущий на небесах, Звязь и за имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя, И на земле, Как и на небе, Хлеб наш насущий, Подловай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем пластикам нашим, Ими введи нас в свое сушение, но избавь нас от лукавого. И во Твое лицо, и сила, и слава, во веки. Аминь. Если есть объявление, пожалуйста. А объявление того, что ты работаешь, должен быть с нами. Дорогие друзья, я хочу просто вам напомнить, что все равно каждый вторник в 7 часов молитва пока что у меня дома, потому что за неимением церковного помещения. Я хочу напомнить о важности молитвы. Это не только наши нужды, это о церкви, это о том, чтобы люди приходили в церковь, это и ходатайственная молитва, и друг за друга. И у кого есть желание, добро пожаловать всегда. Так что я об этом еще раз хотела вам напомнить. Спасибо.